Всем привет! Вы на канале Алиса и Изи. Сегодня я решила снять вторую часть видео Лабиринт с полосой препятствий для хомячка. Потому что вам понравилось как проходил лабиринт мой дунгарский хомячок Куки. А в этом видео я покажу вам как проходит полосу препятствий мои сирийские хомячки Вжит и Стрелка. Но перед тем как показать вам как они проходят полосу препятствий я хочу передать приветы которые пришли мне на донат. Первый привет для Маргариты Кате Атулиной. У нее недавно был день рождения. Поздравляю тебя Маргарита. Ты моя самая преданная подписчица. Ты смотришь каждое мое видео и обязательно под каждым видео пишешь комментарий. Спасибо тебе огромное. И еще раз с днем рождения. Пусть сбываются все твои мечты. И еще один привет Герману Смирнову. У него шесть хомячков. Норка, Петя, Белка, Стрелка, Хома и Сема. Привет тебе Герман и твоим хомячкам. Ну а если вы тоже хотите чтобы я передала вам привет пишите его мне на донат. Ссылка на него будет под видео. Ну а теперь давайте смотреть полосу препятствий. Она такая большая что я могу даже в нее лечь. Ну а для хомячков я приготовила вот такую просто огромную полосу препятствий с лабиринтами и игровыми площадками. Хомячок начинает на старте. Затем переходит в отсек с двумя котельками. Чтоб пройти дальше хомячок должен забраться на одну из них и перекатиться дальше. Затем идет препятствие из веревок. Где как настоящий солдат хомячок должен пробежать по веревкам и не запутаться. Дальше мостик переходит в горку которая заканчивается в песочнице. В следующем отсеке качелька и три трубы для прохода к следующему препятствию. Тут хомячка будут ждать мячики. Перебравшись через которых он должен выбраться в одно из трех круглых окошек. Ну а дальше лабиринт. В нем есть несколько глухих комнаток и достаточно сложный проход к выходу. По лабиринту и всей полосе препятствий наклеены стрелочки с указателями направления движения. После лабиринта идут препятствия заборчики. Эти заборчики хомячок должен перепрыгнуть. Следующим заданием для хомячка станет змейка. В начале которой я положила лесенку. По которой хомячок может пройти как сверху так и снизу. После змейки хомячок попадает в комнату из которой есть два выхода. Один через туннель. Второй ведет в стенках картона рядом с туннелем. Дальше я повесила хомячку колесико. В нем он сможет побегать если захочет. И последним заданием для хомячка станут покрышки, которые я вырезала из картона и покрасила в черный цвет. А в конце финиш с лакомством в ракушке. Лакомство еще будет разложено по всей полосе препятствий. Чтобы хомячку было интереснее бежать дальше. Итак, начнем. Первым будет вжик. Проверим кто будет быстрее вжик или стрелка. А вы пишите в комментариях. Как вы думаете кто быстрее вжик или стрелка по времени пройдут к финишу. Вжик уже 10 секунд топчется на старте. И вот, наконец, он проходит к первому препятствию. Быстро перебирается через качельку и останавливается возле ракушки с лакомством. И вот, он продолжает движение. Проходит к следующему препятствию. В этой комнате его ждет препятствие и зверек. Посмотрите на него. Он умывается. Все тщательно обнюхивает и проходит второе препятствие. Вжик попадает в третью комнату. Тут его ждет мостик, лесенка и горка. Он что-то ищет по всей комнате. Тщательно нюхает и возвращается к препятствию с веревками. Но быстро возвращается обратно. И снова к веревкам. Видимо, что-то пошло не так. Теперь уже через стенку сверху он возвращается к мостику. Совсем не с той стороны он забирается на горку. И медленно с нее сползает. Тут он попадает в ванночку с песком. Хорошенько все обнюхал и пошел дальше. Тут Джик решил смухлевать. Минуя несколько препятствий, он через стенку пробирается в комнатку с туннелем. Здесь он находит лакомство. Подкрепившись, Джик продолжает движение в обратном направлении. Он забрался на стенки змейки и по верху преодолевает это препятствие. Он с легкостью перебрался через всю змейку в обратном направлении. Затем быстро прошел заборчик. Посмотрите этот момент еще раз в другой камере. И теперь Джик очередной раз, нарушая правила, перелезает через стенку. Тут он попадает в комнату с препятствием покрышками. И снова идет в неправильном направлении. Наверное, он решил всю полосу препятствий задом наперед пройти. Но вот он, видимо, передумал и решил быстро вернуться в правильном направлении. Снова зашел в комнату с покрышками, быстро их перебежал и добежал до финиша. Вот так он это сделал. Джик прошел полосу препятствий за 3 минуты 1 секунду. А теперь участник номер 2. Стрелка. Она стремительно начинает движение через стенку, а не дверь. Попав в первую комнату с препятствием качельками, она с легкостью их преодолевает. Следующую перегородку она тоже перелазит через верх. И молниеносно проходит препятствие из веревок. Здесь она попадает в комнатку с мостиком и горкой. Взобравшись на мостик, она через стенку перелазит прямо в ванночку с песком. Не задерживаясь в ней долго, Стрелка перебирается через еще одну стенку и минует несколько препятствий. Здесь она попадает в препятствие Змейка и снова мухлюет, перебирается через еще одну стенку. Как и в ЖИК, она идет не в правильном направлении, но тоже быстро одумывается и решает идти в правильную сторону. Стрелка, конечно, не смогла пройти мимо колеса. Видимо, оно ее сбивает с толку, и она опять возвращается к туннелю. Немного побродив возле него, снова возвращается к колесу и решает в нем немного побегать. Опять туннель. Стрелка ломает стены и пробивается в обратном направлении. Здесь она снова возвращается к туннелю. И идет в нужную сторону. Быстро пробегает мимо колеса. И попадает в комнату с покрышками. Аккуратно их пройдя, Стрелка проходит к финишу. Итак, Стрелка прошла лабиринт за 2 минуты 1 секунду. И выиграла это соревнование. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новом видео. Хома, пока! Хочу сказать Тебе сказать Тебе сказать Тебе лайк поставь И подпишись Если подписан На слайк поддать А лайк поставил На слайк подпишись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok